Россия экономила и это неправильно. Эксперты говорят, в правительстве бесконечно ждали нового витка кризиса, а он и не заканчивался. И набивать деньгами очередную подушку безопасности бессмысленно. Нужно инвестировать в инфраструктуру и в развитие, как это делают все развитые страны. Есть такое понятие, государственная квота. Что это такое? Это отношение расходов бюджета к валовому внутреннему продукту. В тех странах, где более-менее нормальная жизнь, там она больше 50%. Скандинавские страны, Канада. Вообще 48-47. Вот в нашей стране замечательной, по-моему, 32-33%. Впрочем, развитие инфраструктуры тоже можно понимать по-разному. При нынешнем уровне коррупции не факт, что деньги пойдут куда следует, а не на строительство какого-нибудь коттеджного поселка и дороги к нему. Специалисты приводят пример. В развитых странах эффективность бюджетных инвестиций гораздо выше, чем затрат на социальную сферу. Роста пенсий, пособий, зарплат. В России все наоборот. Самое эффективное это расходовать на выплаты, прямые выплаты населения. Ну, с точки зрения поддержки спроса. То есть зарплаты, пенсии. Это, ну, в общем, невозможно украсть, невозможно зарасходовать нецелевым образом. При этом проблема с воровством решается просто. Механизм уже придуман. Нужно отслеживать транзакции госкомпаний, проводить мониторинг, заставлять управляющих объяснять каждую финансовую операцию. Однако пока эта информация закрыта, как и большинство отчетов счетной палаты. А все попытки перестроить систему распределения госзаказа наталкиваются на яростное сопротивление разного рода лоббистов. В качестве примера законопроекта федеральной контрактной системе, который получился не таким, как требовал лично президент страны. Нам сказали, вы что, вы предлагаете системное решение. Я говорю, ну и что? Не, ну, страна не готова к системному решению. Если сороконожка задумается о том, с какой ноги она бежит, она упадет. Хотя она начала ответить на вопрос, туда не бежит эта сороконожка. Мы этим законопроектом закрепили ситуацию, когда 2-3 человека будут и лепить, и корректировать потом этот государственный оборонный заказ. Имена и фамилии в счетной палате не называют, но уверены, федеральная контрактная система могла бы работать эффективно. Ее пробовали применить при подсчете затрат на Олимпиаду в Сочи. И сходу выяснилось, что можно сэкономить 200 миллиардов рублей. Владимир Дементьев, Эрнест Сабапортно, РБК.